Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Заканчивается ноябрь и через пару дней начинается календарная зима со снегом или без снега, но зима. Согласно народным приметам, если сегодня стоит ясная безоблачная погода, признак скорого похолодания. Облака низко по небу плывут к морозу, а если сегодня морозно, зима будет суровой. Приметы приметами, а каков прогноз на сегодня у синоптиков? В календаре много исторических дат. А вот каким будет осадков, а днем 12-17 градусов тепла и местами до плюс 10. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-3, а днем 10-12 градусов тепла. В календаре много исторических дат. А вот каким был этот день? 29 ноября в 1941 году советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону. Битва за этот город – одно из первых успешных наступлений Красной Армии наряду с битвой за Москву. Начав наступление 5 ноября 1941 в направлении Ростова-на-Дону немецкие войска 21 ноября захватили город. Их продвижение не остановили удары советских войск. Однако 37-я армия генерала Лопатина, проводившая это наступление, сумела прорвать оборону противника. В боях под Ростовом-на-Дону были разгромлены войска, которые составляли основную ударную силу гитлеровских войск на южном направлении. Было освобождено свыше 400 населенных пунктов. Освобождение Ростова-на-Дону – крупнейший успех советских войск суровой осенью 41-го. Оно явилось прологом победы над Москвой, оттянув на себя значительные силы. Врага, ростовчане были в числе самых активных помощников тех, кто отстоял столицу. Юбилеи бывают разные. Что такое юбилей? Это внушительный отрезок времени, рубеж, время подведения промежуточных итогов. И сегодня я с особой гордостью и радостью представляю вам нашего юбиляра – коллегу Мусалей Мардасовича Шакова. Ему исполнилось 75. Мусалей Шаков – один из корифеев республиканской журналистики. Редактор программ на черкесском языке ГТРК «Крачаева-Черкесия». Заслуженный журналист «Крачаева-Черкесия». И сегодня, в эти минуты, в нашей студии Мусалей Мардасович расскажет о самом начале своего творческого пути, о любимом журналистском жанре, о том, как чуть не стал профессиональным спортсменом и, конечно, о сохранении родного языка. С мэтром встретилась Белла Джазаева. Они уже в нашей студии. И я с удовольствием уступаю им нашу гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Мусалей Мардасович. Здравствуйте. Ну, я вначале хочу рассказать зрителям наш предварительный диалог. Я вам говорю, Мусалей Мардасович, у вас 75-летие. Я приглашаю вас к себе на программу. Нет, зачем это надо? А я говорю, а я не приглашаю, ставлю перед фактом. И я очень рада, что вы все-таки согласились с этим фактом и пришли к нам в гости. И публично при всех хочу признаться вам в любви. Первый человек, которого я увидела, когда пришла на телевидение, это были вы. Вы были директором нашим, проводили планерки. Но я аж тогда не знала, что под этими усами скрывается очень добрая душа, которая нас всегда защищала, нравоучала. Ну, и вот честно скажу, даже когда вы ругаетесь, мне совсем не страшно. Вот так я к вам отношусь. Мусалей Мардасович, повод у нас особый. Вам 75 лет. Я в это не верю, потому что я знаю, сколько километров вы ходите в день, какой вы прекрасный спортсмен. И вообще, если б не Лысина, ну, максимум 45. Мусалей Мардасович, все-таки я хочу, чтобы вы рассказали всем, как вот в далеком 60-м каком-то году вы решили вдруг стать журналистом. Ну, по правде говоря, нужно, да, туда вернуться в те годы, будучи в пятом классе. Я написал первую заметочку в черкесскую газету «Черкесперш». И поводом ко всему этому, чтобы это внутреннее моё движение, на внутреннее моё движение повлияло это отец. Отец – учитель школы, родного языка и немецкого. Я также и географию преподавал. И параллельно он постоянно приезжал в Черкесск данную редакцию. Он числился селькором. Он постоянно писал статьи, информации, публикации, несколько очеркового плана вот такого для простых тружеников. – Всё-таки всё идёт из семьи. – Да, из родного отцовского очага. Ну, и как-то в пятом классе он мне говорит – проверь вот эту тетрадку ученицы. Проверил, одну ошибочку нашёл, а потом сам проверил, другой ошибки не было. И он потом мне говорит – надо, говорит, серьёзно родным языком заниматься, говорит. И говорит… – Получится у тебя. – Думать о родном языке и о ВУЗе. Он так сказал. И буквально через 3-4 месяца статейку, уже статейку, не информацию какую-то, статейку о кузнеце. – Вы написали? – Да. – Ну, и вот с 60-го года примерно вы служите родному языку. Служите. Вот именно это слово по отношению к вам, оно, наверное, самое верное. Я лично люблю, особенно когда вижу перевод, смотреть, как вы берёте интервью, раскрыть человека, открыть его – это большой труд. Это надо обладать всё-таки какими-то и психологическими данными. Интервью – это один из сложных жанров. Казалось бы, вроде просто разговариваешь. У вас, на мой взгляд, на мой взгляд, это получается очень хорошо. А какие у вас ещё любимые жанры? – По правде говоря, телевизионные встречи – это один из очень важных предметов для нас. Но мне нравится и от Черкового плана. – Но вы не репортер. – Ну, это, по-видимому... – Было? – По-видимому, и есть репортер моментами, моментами, моментами. Если какие-то серьёзные какие-то мероприятия, приходится выезжать на какие-то симпозиумы, на какие-то встречи, на концертные какие-то эти, особенно любимых певцов. Бедный вот недавний Меремуков ушёл, Заура Тутова и других, и других потрясающих артистов у нашего народа очень много. Особенно из Адыгеи, из Кабардино-Балкарии. И там воодушевляешься, и ты вынужденно идёшь именно на то сочетание, на то состыковку, к которому нужно прийти, чтобы диалог состоялся. – Сублимация? – Естественно. – Мусалим Ардасович, вот по прошествии 50 лет, скажем, 40 лет с лишним, вы не жалеете, что бросили спорт? А вы ведь были перспективным борцом? – Ну, конечно, жалеть-то… Жалости-то нет, но это спорт… – Ну, вы были бы хорошим тренером. – Ну, я не сомневаюсь в этом. И меня, в общем-то, в одно время и тянуло, и на борцовский ковёр, на ручной мяч. Я всё-таки, как-никак, был членом сборной Казахского госуниверситета по ручному мячу. Там играли почти все мастера спорта, почти известные, получая заработную плату и… – Ну, профессиональные спортсмены сегодня, тренеры. – Мне приходилось с ними и играть, и по ручному мячу, ибо ручным мячом мы заинтересовали серьёзно здесь, в Черкесске, в национальной школе-интернат под руководством Мусы Хасановича Джазова. – Это он наш любимец. И в 10-м классе по ручному мячу я стал членом сборной Карачаева-Черкесии. – Так вот, не тянет? – Среди взрослых Гедыгушев, братья Гедыгушевы, Куджев, Мусах Хасанович сам там играл. И мальчишкой привели и… – Просто я вижу, с каким вы восторгом смотрите всегда на спортсменов, как вы болеете, когда Олимпиада или какие-то спортивные соревнования, мне кажется, вот в этом вы не состоялись. – Ну, понимаете, быть внутренним болельщиком в спорте, я считаю, что это человеческий подвиг. – И соприкасаться изнутри со спортом – это тоже удивительное явление. Ощущать, прочувствовать, где-то даже как простой болельщик, чувствуя, осязая. – Для меня и бокс не чуждый, самбо, дзюдо, вольная борьба. Сейчас вот эти новые пошли. – Бои без правил. – Да, новые пошли, где-то там бывают моменты, где… – Не принимаете это? – Внутренне где-то соприкасаешься и где-то отходишь от той нагрузки, которую каждый получает. И когда люди теряются в этом виде спорта, слово «жалость». – Ну, Салимар Досович, я вот, честно говоря, даже боюсь эту тему затрагивать, знаю, что она для вас больная. Это сохранение родных языков. Я знаю, что вы болеете этим, потому что вот именно вы служили этому языку. Один из многих, кто действительно вот верно служит, преданно. В нескольких словах, без ваших крутейших эмоций, скажите мне, какие способы сохранения языка вы видите? – Для любого народа сохранение языка, я совершенно убеждён в этом. От родных очагов. – Дом. – Дом. Отец и мать, дед и бабушка. И тяга к ним, а особенно мать, отношение к матери, к своему родному языку, вот именно это чувство нужно привить своему сыну или дочери. – Вы в этом видите решение? – Только это, без этого сохраняться в родном очаге, в родном языке, в родной культуре категорически невозможно. Особенно по нынешним, особенно вот два-три года последних. Особенно вот эта новая технология, которая сейчас нас… – Гаджеты. – Да, особенно мучает и издевается над нами. Здесь мы и стар, и млад, мы там теряемся. – Бессильны. – Да, и бессильны, спасибо. – Категорически мы бессильны. Здесь ощущения. И букварь родных языков. – Родной очаг – мама, папа, бабушка, дедушка. В этом видите решение. Я полностью с вами согласна. И ещё, я могу с вами очень долго разговаривать, но мы же ограничены. Поэтому я хочу спросить, вот сегодня, на сегодняшний день, вы о чём мечтаете? – По правде говоря, я уже где-то высказался. Родной язык, родная культура и экономика. Именно так мне в Нальчике на 13-м конгрессе МЧА высказался тамада Мюнхенского хаса из Германии. Вороков Зати. – Я знаю, вы большой патриот, но я считаю, искренне считаю, человек, который не любит свой народ, он никого не будет любить. Так и должно быть. Но при всём при этом вы очень добры к нам, вы наш старший коллега, вы прекрасный друг, по-отечески всегда к нам относитесь. Я в этот день, в день и в месяц, и в год вашего юбилея желаю вам одного – здоровья и творческих успехов. Живите долго. – Спасибо. И счастья во всех наших очагах у народов Карачаево-Черкесии. «Рыжая осень, как рыжая кошка, трогает рыжей лапкой струны моей души». Это поэзия автора. Не могу назвать. Но хорошо ли иметь дома рыжего кота? Давным-давно, в стародавние времена, люди заметили, что рыжие коты и кошки приносят счастье. Именно рыжая кошка является душевной поддержкой и опорой для человека, который болен или же просто грустит. Приметы народам придумывались не зря. Это не просто фантазия, а наблюдение мудрых людей. Настоящими защитниками считались именно рыжие коты и кошки. Так что, если у вас в доме живёт рыжик, помните, что вам несказанно повезло. К нам в программу прислали забавное видео из села Николаевское Прикубанского района. Любопытный рыжик решил обследовать весь дом, почесать или поточить свои когти, заглянуть в окошко, но слезть побоялся и стал громко мяукать. Хозяин рыжика решил проучить котика или даже проверить на смелость и наблюдал, как рыжий проказник продемонстрирует свою храбрость. Давай-давай-давай-давай. Вот так давай-давай, нузик, давай-давай-давай. Опа! Ну что, будешь ты первозить туда? Ну? Вот я такой любитый зерк. Вот такое забавное видео из села Николаевское. А сейчас я предлагаю вашему вниманию ещё одно видео с очень красивым котом. Нам его прислал наш юный поклонник, постоянный телезритель из станицы Зеленчукская, с очень красивым и необычным именем Радомир. Кот-персей, породы мейкун, появился в семье Федосенковых три года назад, и он быстро завоевал любовь всей семьи. Мейкуны – коты-великаны. Кот может достигать 12 килограммов, а кошечка – 8. Мейкуны по праву считаются одной из лучших семейных пород. Они одинаково легко приживаются и в домах, и в квартирах, и не объявляют войну другим представителям фауны, вынужденным делить с ними общую территорию. С возрастом у представителей этой породы появляется невероятное чувство собственного достоинства, и они словно цари возлегают на своём троне. В Новый год с новым домом! В Архизе построили новые вольеры для зубров. Для решения жилищной проблемы Всемирный фонд защиты природы выделил грант на постройку отловного вольера. Он предназначен для вылавливания проблемных животных, которые периодически покидают территорию национального парка. Специальный вольер для зубров построен на территории подкормочной площадки Тибердинского государственного природного биосферного заповедника. Зубры – одни из самых редких краснокнижных объектов на территории нашей Карачаева-Черкесии. И главная задача – это восстановление численности зубров. И перейдём к праздникам. Сегодня день шоколадки. Я думаю, все любят это сладкое удовольствие. Единственное – кто-то горький, кто-то молочный с разными добавками, белый. И всё же, какой полезен? Миллионы поклонников по всему миру периодически балуют себя этим лакомством. Ещё племя майя употребляли шоколад и считали его пищей богов. Так они называли напиток, который готовили из какао-бобов, горячей воды с добавлением корицы и перца. Пищевая промышленность предлагает большой выбор шоколадных плиток и всевозможных конфет. Шоколаду уже почти 300 лет. При выборе качественной плитки важно обращать внимание, из чего же она сделана. В нём есть витамины, минералы, кофеин и масса антиоксидантов. Доказано, что даже небольшой кусочек горького шоколада оказывает благотворное воздействие на здоровье. А главное – поднимает настроение. Вот я с утра уже попробую шоколад горький и вам советую. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия». Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok